Вот что пишет о своей замечательной стране один из любимых моих российских публицистов Николай Травкин. Вот сколько живу, столько и помню, что мы всегда были в авангарде борьбы за мир во всем мире. В СССР бывало, чуть ли где искорка войны появится, а мы уже тут как тут. За мир боремся, оружием бесплатным пособляем, советников по военному делу командируем. Не только в Испании, еще до Второй мировой, или в Афгане в конце 70-х нас уважали как миротворцев. Африка, Латинская Америка, Куба, Вьетнам, да во всех-всех странах и точках земного шара понимали, что СССР без внимания не оставит, только свистни. А собственно, можно было и не свистеть, мы в любую военную заварушку сами влезали, лишь бы базу военную воткнуть для последующей охраны мира. За это нас, за активное проявление нашего обостренного желания мирного сосуществования, и любили нас по всему миру. И вдруг, в конце 80-х, как слепота постигла друзей и союзников. Только мы слегка свои миролюбивые объятия ослабили, глянь, и нет уже ни соцлагеря, ни Варшавского договора. Да и ладно, этих самого СССР лишились. Правда, первоначально и мы особой горести не испытывали за потерю авангардной роли в борьбе за мир. Не до этого было. Дай бог в своих российских грозницах выжить да сохраниться. Но потом оклемались помаленьку, с колен стали подниматься, решительным национальным лидером обзавелись, и опять вспомнили о своем главном предназначении – мир во всем мире перечь. На всех сразу, кого тогда слепота постигла, силушек, конечно, было еще маловато. Поэтому начали с малого. Протерли глазоньки Грузии на свою миротворческую миссию и образовали на ее территории еще два суверенных государства в границах своего российского бюджета. Осетия наша, Осетия – это Россия. Что это с этого? Я говорю. Верик нам за вас, ее суку на колени поставим. В Европе вроде поначалу возбудились, но Саркази вник в тему, выслушав наши аргументы, что все это сделано в пользу укрепления мира, успокоился. А нефть, как одурела, прет и прет вверх. Куда деньги девать? Не проедать же внутри страны, у нас же миссия мир охранять. Попробовали через спорт, показали им Кузькину мать со своей сочинской олимпиадой. Но не тот калинкор, масштаб не тот. Тут вовремя Украина со своим майданом и подвернулась. Жареным запахло, стреляют. А раз стреляют, значит, мир нарушен. И как же тут без нас? Для начала спасли Крым. От неспокойной Украины отрезали и Керченским мостом поручили Ротенбергу привинтить к исторической родине России. А сами двинулись дальше, в сторону Донбасса и Луганска. Когда выдвигались, то там еще спокойно было. Но чувствовали, что это спокойствие ненадолго и не ошиблись с приходом наших миротворцев в главе со Стрелковым. Забабахало из всех оруд. Назови свою военскую часть, номер и полное наименование. 54096. 54096? 54096. Название, как она называется эта часть? 6-я танковая бригада. Какая? 6-я отдельная танковая бригада. 6-я отдельная танковая бригада. Какого оперативного командования? 20-я армия. 20-я армия. Какое оперативное командование? 13-я. Не знаешь? Какой обруг? Западный. Западный военный обруг. Правильно? Да. Дальше. Ты. 6-я отдельная танковая бригада. Та же самая бригада, та же самая часть. Номер части. 44096. Дальше. Тебя, Никит. 31-я и самая уступовая бригада. 31-я ДШБ, да? Да. Номер части. 73612. 73612, да? Дальше. Тоже самое. Вот, пустовая часть. 73612. Мины! Спокойно. Продолжаем. Продолжаем беседу. Вот с тех пор и боремся изо всех сил за установление мира в этой части Украины. Для бесперебойной доставки гуманитарной помощи пришлось даже кусок границы под свой контроль взять. Лучшие кадры Суркова и Грызлова на мирное урегулирование поставили. Сурков сейчас с американским представителем план разрабатывает, а Грызлов вот с инициативой выступил в минском формате, чтобы детей 1 сентября не стреляли ни с какой стороны. Должны поддержать нас с этой мирной инициативой, но не звери же они. А Грызлов после этого, наверное, соберет добровольцев и отпускников. Их тоже попросит, чтобы в день знаний стрелять в детей и учителей не надо. День знаний должен стать днем перемирия, а может даже началом мира. Мы же всегда и везде за мир. Николай Травкин Субтитры сделал DimaTorzok